А потом, когда с этим колхозом получилось, она говорит, ну что ж такое, девка умная, грамотная, надо поступать учиться. Давай посылай документы в торжок, в златошвейку. У меня тогда подруга поехала, училась там. А златошвейка это что такое? А там вот это, учить рукоделью женское, там золотом шью, там же такие красивые вещи там. И она тоже, ну училище было такое. Вот моя подружка даже закончила, она потом ее даже в Москву работать отправили. Она еще тогда меня звала, сразу говорю, Зин, мне не за что, у меня копейки нет, у меня до торжка не на что наехать. А потом, надо же на своем там питаться, самим как-то чем-то, нечем помочь мне. Ну вот, и мы послали эти документы туда, в этот торжок, в этот. Мне прислали вызов. Я пошла, все документы получила. А учиться, где ж мне учиться? Мне надо, я голая босса, и денег у меня нету, ни копейки. И ушла на работу. Не поехали? Не поехала. А потом через некоторое время документы мне прислали. Ну, прислали, я написала, что мне обратно их прислали. А дальше что было? А дальше на лесоучасток устроилась работать на лесоучастке. Вот. С топором, с пилой. А, пилы, уже были пилы эти, электропилы. Они были такие движки, таскали их в будку эту по делянке. А от нее шли шланги такие. И вот этот шланг надо было таскать. А другой, соответственно, с пилой пилил. Ну вот. Помощник моториста. Его называли моторист, а тебе, ты помощница. Ты с шлангом вот к каждому дереву, тебе надо подтащить этот шланг, чтобы ему пилить. Там он подпилит, подрубит, а ты еще вилкой упираешься, чтобы он куда надо упало, это дерево. Вот. Я работаю на лесоучастке. Я там и помощницей была, я и грузчица, и кого там, кем я только там не поработала. Вот. А куда лес возили? Возили на берег, а весной сплавляли по лесу. Там река Межа была, вот на Устинском участке я работала. Вот. Там Межа, и на берег вывозили, там ярусами прям лежали эти леса, ну и дрова, и все на свете. Что на дрова, что на строевое. И все отправляли по реке, в Нелидово. А там такой был, есть, он по сей день этот завод работает, док его называют, деревообрабатывающий комбинат. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.